169-й отдельный пулеметный артиллерийский район, батальон 74-го полка 25-й дивизии. Ну, видите, какая память. В каком году на фронт ушли? В 41-м. Всю войну прошли, да? В 17-м лет. У нас троих братьев взяли, была Ивановская область. Нас пять эшелонов там сформировали в Иванове. Провели в Челябинском, в Шерстнёвский лагеря, который между Уфой и Челябинском. Там эти, накрытые палатки. И учить нас для московской обороны. На лыжах ездили. И пулеметы на лыжах. И вот, значит, перед тем, как на фронт под Москву нас отправить, сделали нас, значит, комиссия, ночью, значит, подняли по тревоге. И пять минут бежишь, одну минуту идёшь. И к врачам. И нас забурковали 500 человек. И куда? Опять в Иваново нас послали. В распоряжение облого комата. А облого комата послал в Визниковский район. В этот, в район. В Визниковский район. Вот. А ведь документы все сожгли. Наши, куда отправили. Опять, давайте справки доставать. Да все. Я только выправил, значит, паспорт. И опять дали повестку. Сначала братишку. А Маруська не пришла, сестренка, фабрики. Я хотел опять работать в фабрике. В ЦИК. Это все по ЦИК. Укончил три года. Три года. Три брата укончил. И вот, значит, приходят. Я вам почему-то вчера Сергею о крест не велело. Его вперед отправили. В Груховецкий лаберя. А меня вторых потом. А потом нас перебросили под Слинга. В Калмыцкие степи. Началась битва. Кто-то. В Калмыцкие степи. Аркадий Николаевич, где первый бой приняли? Первый бой, где вы приняли на фронте? А вот в Калмыцкие, вот это, как его, город-то был тут. Первый бой повезли нас через Ковров, левее. И привезли на Себуку, город. За Ковровом. И хотели нас покормить столовой. А они налетели, вот в Сталинград-то. И давай бомбить. Тут кричат, кто по вагонам, а кто кричит из вагона. На Себуку, город, убежали мы. Куда убежали? Они пробомбили. И город, и нас. И вот командир, это, роты, Муслим был тотальный город, Шувалов и Матвеев. Сейчас же берите ручной пулемет и идите на тендер Провоза. Впереди пойдете. Там противник будет. Ну, поехали, а нас командировали хорошим командированием этим американским, то есть английским, зеленым. Мы все намазались там нефтью ту. И привезли нас, Ростов, проехали, в Астрахань. Привезли, разгрузили. И ночью мы нагружали баржи. Там два километра ширина Волга. Вот. А моста нет. Мостов-то нет в Астрахань. Вот. Нагрузили две баржи оружия и боеприпасов. Перебросили и тронулись в Калмыцкие степи. А уже бой гудел от Ростова. Ростов-на-Дону. Гудел. Вот. И нас вот вели 150 километров, приказали копать окопы, уброняться. Вот. А уж женщины и старики копали канавы. Буря, это. Вот. И вот там мы стояли долго. И калмыки против нас были. Ночами нападали. Вот. Первый. И ходил я в разведку в тыл противника. Вызвут в штаб нас 12 человек. Вот ставьте документы и за языком. Ну, языка только один раз привели. Языка. Вот. Севаж. Севаж форсировали. Наш, наш полк. И он, не дошли только до этого. Вот. И он взорвал его. Он заминированный был. А у меня, чем я спал-то? Все бросали эту, лопатку. Вот. Маленькую. Копать окопы-то. А я никуда ни противогаз нет, не бросал. Я сразу раз и голову закопал. И он бил нас автоматически из него дно автоматически пушек, а так пум-пум-пум снаряды. Вот. Меня не затронуло. Я закопался. А много побило. И вот взяли Севастополь 15 мая Память какая хорошая. 1954 года. 1944 года. Да. Севастополь мы взяли. Он весь разбитый был. Мы с Херсунец 15 километров моря тоже разбитый. Прилетел Веселевский маршал Советского Союза, начальник штаба генерального. Приказал бить из Катюш по мысу чтобы побить их всех там фашистов. И вот час били потом еще час били и они выкинули флаг сдались все. Из Ялты которые пришли туда и от нас взяли и нам в стакан виногр правильно с победой Аркадий Николаевич какое пожелание молодым вы вот сейчас скажете что вы пожелаете молодому поколению которое сегодня растет слушать слушать командиров в армии слушать мы слушали все время я после училищ кончил кирово бацкое пехотное училище кончил на армянской границе Оралых село Оралых на заставе стояли с Турцией и турки открыли огонь ночью нас всех настрепали приготовиться думали что турки пойдут на нас наступление Ленинакан Кировокан тут все а они значит объявили что война кончилась немцы сдались вот